Нам нужен ягненок. Не хочу. Пожалуйста. Макароны. Блин. Что ты выберешь? Я думала, просто ешь все подряд и все. Привет, с вами Догмама Аня. Я любящая хозяйка своих собак. И как вы знаете, поэтому они у меня на натуральном питании, а не на сухом корме. Сегодня я вместе с вами буду готовить натуральную еду для собак дома самостоятельно. На примере рецептов от компании Natural Food for Dogs. Ссылку на них я оставлю в описании внизу к этому ролику. А заодно покажу вам, как это делается, чтобы вы тоже могли приготовить такую еду для своей любимой собаки. А мы с Софишей в свою очередь будем делать уже готовый рецепт натурального питания для собак от той же компании Natural Food for Dogs. Так что болейте за нас. Вот и посмотрим, что у нас у всех получится. А мы с Эйвеном в другой команде, так что болейте за нас. Итак, поехали. Вот у нас с Эйвеном уже есть готовые рецепты. Мы выбрали рецепт ягненок и коричневый рис и индейки и макароны из цельных сортов пшеницы. Я могу либо создать свой собственный рецепт, либо проверить уже готовый в специальной иностранной программе Pet Diet Designer. Нам будет выдано множество показателей и диаграммы, которые помогут скорректировать рецепт. Так что давайте посмотрим. А у нас с Софишей нет времени, чтобы разбираться с этими сложными программами. Поэтому мы просто пойдем подобрать рецепт на сайт Natural Food for Dogs. У них уже все заранее написано. И состав, и калорийность, и для каких собак этот рецепт подходит. И главное, все на русском языке и без каких-либо сложных диаграмм. Нам с Эйвином потребовалось знание английского языка. И программа это явно не для простого пользователя, а для тех, кто хоть что-то в этом понимает. Мы с Эйвином берем уже готовые рецепты. Мы с Софишей взяли те же рецепты индейки, и макароны, и ягненок, и рис. А давай еще вот ковядину и красный картофель для разнообразия возьмем. Смотри, у них есть лакомство. Мама, давай возьмем лакомство. Думаешь? Ну давай возьмем, а? Мам, ну давай, пожалуйста. Ну ладно. В рецептах у нас уже есть готовый список продуктов и их количество. Осталось только их купить. Ну что ж, поехали в магазин. Ну а мы пока что с Софишей добавим все товары в корзину, оплатим и закажем доставку. Что нам еще делать? Я еду в магазин в поисках продуктов. У меня есть брошюра с рецептом, где написано, что мне нужно купить и в каком количестве. Вот они мои списки продуктов, будем их искать. Нашла первый продукт, фарш из индейки. Шпинат придется купить замороженный. В небольшом супермаркете я нашла только часть продуктов, поэтому придется ехать в супермаркет побольше. Вот морковка. Найти те продукты, которые мне нужны, мне не удалось, поэтому едем дальше. Отлично, я нашла цветную капусту и брокколи. Иду искать макароны и коричневый рис. У меня есть макароны из цельных сортов пшеницы. И я нашла коричневый длинный рис. Едем в мясной отдел. Столько мяса. А ягненок вообще бывает? Я нашла клюкву. Я уже сама есть захотела. Нам нужен ягненок. Мы что, проиграем? Не хочу. А нам с Софишей уже все доставили. Ммм, будет вкуснее, аж команда. Да. Здесь у нас уже распакованы и по порции наши рецепты. Вот это мы с тобой и будем готовить, Софиша. А вот эта питательная смесь пригодится команде Эйвена. Ну что ж, скорее бегу домой, иначе мы с Эйвеном вообще ничего не успеем приготовить. Эээ, мы вроде как бы еще лакомство там заказывали. Сушеная говяжья вылезка. Давай посмотрим, Софиш. К сожалению, печень и гненка мы так и не нашли, поэтому мы выбираем приготовить рецепт индейка и макароны из цельных сортов пшеницы. Если весь рецепт слишком большой для вашей кухни, можно приготовить его половину. Я пока подготовлю продукты для рецепта, а потом мы покажем, как его готовить. Пока я буду заниматься приготовлением половины, ты можешь полакомиться. Ага. Ой, простите. А что, все, уже больше нет? Кончилось? А еще можно? Мам. А мы пока что разморозим свои рецепты. Тут у нас индейка и макароны. Тут у нас ковядина и красный картофель. А тут у нас ягненок и коричневый рис. Начнем готовить. По рецепту мы берем фарш из индейки, печень индейки мелко нарезать, макароны из цельных сортов пшеницы сварить, морковь мелко нарезать, цукини тоже мелко нарезать, брокколи также измельчить, клюква, свежая или замороженная, без добавок, рыбий жир, питательная смесь NFFD. Об этом позже. Наконец-то я нарезала все овощи. Сейчас мы пойдем готовить наше мяско. В антипригарную сковородку кладем фарш индейки, печень индейки и готовим смесь на среднем огне, часто помешивая. У меня еще не сварены макароны. Ну что ж, мы поставили воду для макарон. Овощи у нас нарезаны, клюква готова. Мы положили наше мясо. Оно же сырое, мам. Оно еще пока что розовое, и нам пора, наверное, добавлять овощи. Наша индейка и макароны немножко уже разморозились. Наша говядина и красный картофель. И наш ягненок и коричневый рис. Теперь нам с Софишей нужно всего лишь дождаться, когда наша еда станет комнатной температурой. Или просто слегка подогреть ее. Так уже хочется поесть. Да, Софиш, я понимаю, что тебе хочется кушать. Фух, ну что ж, выглядит вроде довольно симпатично. Пока это доходит до полной готовности. И мы ждем, когда закипит вода, чтобы сварить макароны. Нам пора прибраться на кухне. Эй, Ван, иди прибирайся на кухне. Я хочу, я хочу поиграть. Ну, Эй, Ван. Еще у нас гора грязной посуды. А, у меня уже закипела вода. Макарошки. Как ты думаешь, у команды Эвана уже все готово? Нет. Все вокруг запотело. Мне кажется, мясо с овощами уже готово. Ну что ж, наши макароны уже сварились. Теперь мы сольем водичку и остудим их до комнатной температуры. Бабушкины способы. Можно было использовать просто дуршлаг. Не забудьте, макароны должны сначала остыть. Теперь мы смешаем наши макароны. Блин, у меня все сыпется. Макароны и мясо уже подостыли, но они еще тепленькие. Поэтому теперь мы будем ждать, когда это все полностью остынет до комнатной температуры. Пока я тут носилась готовила, ты посмотрел, чем там занимается команда Софи? Нет. А у вас уже все готово? Да, у нас уже давно все готово. А у вас? Не знаю. А ты почему вообще не помогаешь? Не знаю. Может потому что это собака? Я знаю. А вот теперь мы с Эвеном можем немножко отдохнуть. У меня же тоже стрел мячик. Отдай мячик. Ну вот это фей. Блин, не прикарывайся давай. Я серьезно не могу достать. Я не могу. Я не могу отдать мячик. Я не могу отдать мячащик. Я не могу отдать мячащик. Ну а наша еда как раз остыла. Она получилась очень красивой. И теперь по рецепту на это количество еды нам нужно добавить без половины ложки рыбьего жира, а также дополнительную питательную смесь Natural Food for Dogs специально именно для этого рецепта, которую мы заказали. Угу. Спасибо. Сейчас я добавлю необходимое количество по рецепту. А нам, к счастью, уже ничего не нужно добавлять. У нас все заложено в готовые рецепты. По сути, это человеческая здоровая еда. Ммм. Вот она наша капсула с питательной смесью. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Сама питательная смесь в виде порошка. А также наш рецепт, который мы готовили. На мое количество еды по рецепту нужно добавить 4 чайные ложки. По сути, это питательная смесь. Это мультивитаминный минеральный комплекс. Чтобы еда была более полезной и полноценной, теперь нужно все это хорошенько перемешать. Каждая смесь под определенный рецепт. Вот под рецепт ягненок и коричневый рис. Кстати, этой малюсенькой баночки хватает на 3 полных рецепта. Полный рецепт это 6 килограмм, значит на 18 килограмм еды. В рецепте у нас также представлена таблица, по которой мы можем определить размер порции для собаки. Так как Эвен и Софи весят меньше, я предполагаю, что можно давать им где-то 200 грамм. Если за мороженными упаковочками все просто, то есть они и так по 200 грамм, то теперь у нас с Эвеном встает вопрос, куда же девать вот это количество пищи. Придется его как-то расфасовать. Мне придется купить 200 граммовые пакетики и все оставшееся расфасовать самостоятельно. И их уже заморозить. Теперь я предлагаю проверить, чей рецепт получился вкуснее для Эвена и Софи. Ну что ж, надеюсь мы не зря старались и настало время попробовать нашу еду. Как-то у нас крупновато все получилось. Начнем, Софи, с тебя. Что ты выберешь? Какой из? Я думала, просто ешь все подряд и все. Ну вот эту. Нет, вот эту. Они все равно одинаково пахнут. Ну поставь уже. Итак. Ладно, выбирай вот эту. И эту. Я думала, ты выбрала нашу. Сложный выбор, я понимаю. Ладно, все, я буду вот это есть. Не поддержала ты команду Эйвена. Теперь твоя очередь. Я вот эту буду. Она вкусно пахнет, сразу понятно. Вот так сразу? Эйвен. Что? Эйвен, мы что, зря старались? Нет, не зря. Все-таки ты решил поддержать свою команду. Эйвен, ты опять ешь, как поросенок? Нормально, я не ем, София. Эйвен, нифига ты скоростной? Ты что, уже все съел почти? София, что я ешь? Майон, ты просто в шоке. Я же не девочка, а я певочка. А я мужик. Мужик. У нас еще тут есть говядина и ягненок, если вы не наелись. Кто что выберет? Эйвен за ягненка. Я за говядину. София, ты не рач. В общем, как вы видите, самостоятельная готовка натуральной еды для собаки дома это достаточно трудоемкий процесс. А мы в это время, ну, вы сами все видели. Напишите в комментариях к этому видео, что реально было бы проще делать вам. Дать уже готовый, заранее сбалансированный рецепт своей собаке или приготовить его самостоятельно, как это сделали мы с Эйвеном. И не забывайте посмотреть 10 принципов натурального питания для собаки. Ссылка в описании к этому видео. Любите своих собак и будет вам счастье. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok